И всем привет, друзья! С вами тот самый опаснейший Феликс, и добро пожаловать в тот самый обычный мир Майнкрафта, что ни на есть. И вы, наверное, спросите, что у нас сегодня будет. Пока что я нахожусь в креативе, и сейчас я вам всё покажу. Сегодня мы сделаем так, что вещи в Майнкрафте станут работать наоборот. И для этого нам понадобится одна огромнейшая, огромнейшая команда, ссылка, если что, на всё будет в описании. И перед тем, как мы сейчас это сделаем, я хочу тебя попросить поставить лайк. Давайте наберём 10 тысяч лайков и подписаться на канал, как-никак 630 тысяч подписчиков, нас почти на канале. И не забывайте про подписки. Итак, для начала нам надо выдать себе командный блок, с помощью которого мы сможем сейчас всё сделать. Вот сюда мы можем его поставить, в принципе, нормально такое место. Правой кнопкой мыши нажимаем, и ещё раз правой кнопкой мыши. Активатора здесь никакого не понадобится, нам надо нажать просто вот эту кнопочку. И после этого мы вводим команду, это первая команда, нажимаем ОК. Вот, появляется вот такая вот шняга, немного пролагала, кстати говоря. И появляется ещё один блок. Но для чего он нужен? Ну а дело в том, что здесь целых две команды. Теперь я копирую вторую команду. И, собственно, вставляем эту команду, и также нажимаем на кнопочку Always Active и Down. Окей, отлично. Теперь у нас всё это дело пропадает, больше никакого блока нет. И сложность наоборот, так она называется, активирована. Теперь все вещи в Майнкрафте начали работать наоборот. Ну, большинство вещей, окей, если не все. И сейчас мы всё это дело проверим, я уже вошёл в сурвайвл мод. И давайте, допустим, нарубим дерево, окей. Кажется, вроде бы всё нормально, я могу нормально рубить дерево. А ну-ка, верстак, крафтим. И давайте попробуем первое дело, это скрафтим кирку. Посмотрим, насколько быстро у нас будет ломаться камень. Если всё, как я предполагаю, то по идее, всё должно быть именно отлично. Эта кирка ломает, как алмазная. Правда, у неё нету анимации того, как она ломает. Окей. И я так понимаю, алмазная кирка у нас будет копать наоборот медленно. Я понимаю то, что я за один ролик не добуду алмазную кирку. И... О боже, да, серьёзно. Всё именно так. И что, эта кирка даже не будет ломать? Подождите. Эта кирка даже не ломает. Подождите, стоп. Это должно точно выпасть. Оно даже не ломает. Неужели за... А, нет, всё выпало. Окей. А если я сломаю это деревянный, то ничего не выпадет. Окей. В принципе, кое-что осталось прежнее. А, видите, на меня накладывается замедление. Ладно, странно. Я всё равно не могу ломать эти блоки, потому что они мне не будут выпадать. Смысла в этой кирке нету и в золоте нету. Ну ладно, в принципе. То, что я взял в креативе, то мы здесь и оставим. Так, ну это-то я смогу добыть. Хорошо. Жалко, что она ломается очень быстро. Но у нас ещё куча вещей, которые будут работать наоборот. А ну-ка, посмотрим, что у нас здесь в кузнице хранится. Оу, лава. Секунду, заберём железо. А ну-ка, что у нас с железной киркой? С железной киркой у нас, эм, вроде бы как всё как обычно. Но всё равно, по-моему... Да, всё равно замедление. Быстрее всех копает. Всё равно... Эх, вот это. Видите, тут даже ускорение накладывается. Если у нас всё наоборот, то, по идее, в лаве я не должен гореть. Ой, страшно, страшно. Эм... Сначала я подумал, что я начал умирать. Но на самом деле я просто хилюсь в лаве. Посмотрите на это. На меня накладывается регенерация. Это очень странно, что в лаве... Окей, всё же наоборот, точно. Так, подождите. А оружие какое может быть классным? Что, мотыга, что ли? А что у нас будет в воде? По идее, вода должна меня сжечь, получается. Она меня отравляет. Но она мне пока что регенерация. Поэтому пока ничего страшного. И в воде мы вообще не сможем находиться, получается. Да? Так, надо выплыть, надо выплыть, надо выплыть. Главное не умирать. Окей. Ага, и значит, это отравление... А, оно сразу проходит. Лол. Это довольно непривычно. Ну, хорошо. Ах, заболел. Блин, чуваки, надеюсь, вы лайк поставите. И так, да, я выздоровлю, да, классный байчу на лайки. Так, заберу себе еды, блин, я же вообще жид. Меня лава хилит, плюс эффект халявный даёт. И я так понимаю, мне в принципе нет смысла крафтить броню. Потому что она... Она будет меня... Она не будет, точнее, меня защищать. Так, что же у нас ещё может работать наоборот? С мобами вроде бы пока что всё нормально. Они на меня не нападают. Оу, я нашёл курочек. А с ними явно что-то здесь не так. По-моему, да, создатель мода... What the fuck is this? Так, я всё понял. Курочки теперь взрываются. Может быть, у этих мобов тоже есть какие-то свои свойства. Ну, смотрите, они аж махают крыльями, блин. А, тихо. А что если тебя убить? Подожди-ка. А, это что, заменённый крипер? Но почему он как-то ходит днём и спавнится днём? С него падают перья. Он реально дропает перья. Подождите, что если убить? Так, ладно, давайте скрафтим себе кровать. Поспим по-быстрому, потому что это мне довольно жёстко мешает. Если курица взрывается, то криперы... Что с вами не так? О, и яичка. Подождите, я не уверен, что это именно от курицы и яичка. Так, а ну-ка, посмотрите. Он идёт вроде бы на меня, но мне что-то стрёмно к нему подходить. Ну, ладно, рискну. Так уж и быть, рискну. И что? Он... Он просто, видимо, лишён механизма взрывания. Я не знаю, потому что он ничего не делает. А ну-ка, а что если тебя побить? И да, с него падает порох. Я думал, это просто заменённая текстурка. А мне так кажется, что ему просто не дают взорваться. И всё, игра не даёт взорваться. Видимо, как-то это с помощью команд можно сделать. Ну, посмотрите, он просто будет ходить за мной, можно сказать. И если бы этот мод не взрывался, он был бы дружелюбным, получается. Посмотрите, как их много. Они что, яйца вылупливают? Потому что тут довольно много яиц. Алё, неужто это текстурка поменявшаяся? Алё. Я не понимаю. Алё, чуваки, что вы... О, ясно. А, блин, точно этот цыплёнок взрывается. Боже. А, убийца. Так, я могу выбить много пороха. И давайте скрафтим динамит. Посмотрим, как он работает. Давайте, когда будем немного песка, сейчас мы его сделаем. И как же я мог забыть про гравий и гравий? Да, точнее, кремня, блин. Зажигалка у нас есть. Так, и, пожалуй, теперь мы скрафтим себе динамит. По-моему, таким образом он крафтится. А ну-ка, отлично. Так, и теперь мы взорвём его вот здесь. Я не знаю, будет ли он наносить какой-нибудь урон. А ну-ка, правой кнопкой мышь по нему и ждём. Я надеюсь, что что-то... А. Вместо того, чтобы взорвать какую-то территорию и... Да. Он её заполняет, наоборот. Окей. Так, возьмём нашу профессиональную кирку и посмотрим, что внизу. Боже мой, хотел посмотреть, что внутри, но деревянная сломалась. И какой киркой тогда пользоваться, если деревянная быстро ломается, но быстро копает? Амда, динамит, конечно, от такого я от тебя не ожидал. Ладно, так, что у нас есть дальше из предметов, которые могут работать наоборот? Так, это должен быть лук, но для этого нам нужны нитки. Так, чуваки, вы мне здесь сейчас пригодитесь. Блин, только я не знаю. What the fuck, как-то тяжело с ними драться. Так, если что, нитки добыты, нам остаётся только поспать. Ай, блин, горю. Так, я не понимаю, если я горю, я, получается, это хорошо или это плохо? Я не понимаю. Так, и сейчас мы крафтим лук. А ну-ка, вот таким вот образом. И так, ладно, всё равно я вам это демонстрирую и посмотрим, как это выглядит. А ну-ка, раз, два, три. Эм, алё? Подождите-ка, стрела, похоже, улетает назад. What the fuck? Причём она улетает в какое-то рандомное место. Подождите, а ну-ка. Эм, ясно, ясно. Лук у нас стреляет назад, вместо того, чтобы стрелять вперёд. Причём, по-моему, стрела нормально-таки и не натягивается. А ну, да. А если я её натягиваю на максимум, всё равно она не стреляется нормально. Причём она улетает в какое-то рандомное место. Вот если я вот так вот выстрелю, вроде падает на землю, а потом телепортируется куда-то. И просто хрен знает, где находится. What the fuck is this? Ну ладно, зато мы всё равно можем стрелять, но вблизи, только вблизи. Причём, понимаете, стреляя я без стрел, никаких стрел в инвентаре у меня нет. Правда, мы можем их сделать, сейчас кремня бы добыть. Но нафиг оно нам надо. Погодите-ка, по-моему, я могу сейчас сделать удочку. А ну-ка. По-моему, она должна тоже как-то не так работать. А ну-ка. Раз. Подожди. Ясно. Теперь удочка, мы наносим урон, понимаете. Так, подожди, мне надо похавать. Извиняюсь, конечно, но, ээээ, да. Но подождите, неужто теперь она у нас вместо лука, можно сказать. И теперь мы можем наносить урон только ею на дальнем расстоянии. Причём, довольно большой урон получается, на самом деле, посмотрите. Но зацените, она гораздо круче, чем лук. И огромный урон. И мы можем таким образом наносить огромный урон, охренеть. Так, по деревне бродит железный голем. А ну-ка, чувак. Сейчас мы попробуем, во-первых, добыть железо, во-вторых, убить этого грозного чувака. Я не знаю, сколько ударов удочки. Это странно звучит. У нас уйдёт на то, чтобы убить его. Но голема это не работает. О, ой. Нет, всё-таки работает, но... Это очень странно. То ли у голема было мало хп, ау. То ли удочка слишком мощная. Так, а что если нам отправиться в ад? И куда нас телепортнёт? Мне интересно, может быть, нас телепортнёт в Эндер Мир? Ну, здесь я в полной безопасности, потому что я могу спокойно плавать по лаве. Несмотря на то, что вроде бы по мне наносится урон. И, по-моему, у нас коцается броня. Да, у нас очень сильно коцается броня. Посмотрите на это. Окей, этот вопрос у нас не решён. Поэтому слезаем отсюда. Хотя броня мне ничего вроде бы не даёт. И посмотрите, теперь я ускоряюсь, когда хожу по песку душ. Уж боже мой. Это выглядит как-то странно. Обычно мы здесь замедляемся и ничего не можем делать. Точнее, очень медленно ходим. А если мы будем ходить по льду, то что будет с нами тогда? Эм, чуваки, и правда, лёд работает как раз-таки наоборот. На нас накладывается дикое замедление. Замедление 4. И теперь мы ходим по нему очень медленно. Но, кстати говоря, прыгать можем очень быстро. Да, по песку душ получается мы ходим быстро и ускоряемся. А здесь мы наоборот замедляемся. Ну, ладно. Так, по-моему, здесь ещё как-то не так работают двери. Меня вообще не пускает открытая дверь. Но если мы её закроем, то, чувак, смотри, наблюдай и завидуй, так сказать. Смотрите. Эм, так, ну ладно, выйдем. И а ну-ка снова зайдем. Так, хорошо. А если сделать вот так, то меня что, меня выталкивает полностью? А ну-ка, давайте поставим лодку. И она просто-напросто тонет. Мы не можем как бы в неё сесть, мы ничего не можем. Если мы запрыгнем, пытаемся сломать. Что-что-что-что-что получается? Мы отравляемся, во-первых. Во-вторых, я сесть в неё вообще не могу, понимаете? Ну, а если мы заспавним вагонетку, то мы сможем плавать на ней, понимаете? На вагонетке плавать по воде. Ага. Уважение и прикол. Нормально, нормально, нормально. А что, видите, что-то необычное, что ли здесь? Нормально, вагонетки просто плавают. Что не так? Лодка просто утонула. Что мне делать? Буду на вагонетке плавать. А ну-ка, коровки, а вас я оседлать могу вообще? Мне интересно. Ай, подождите-ка, подождите-ка, подождите-ка. Ага. Так, по-моему, это была последняя вещь наоборот в этой команде. Понимаете, всё это сделано без модов и без каких-либо датапаков. Просто команда. Ну и, естественно, все ссылки будут в описании. Можете с этим поиграть, поугарать. Также не забывайте, также не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и написать свой классный комментарий. А с вами был тот самый опаснейший Феликс. Всем спасибо за просмотр этого ролика и всем пока-пока. Чё это было сейчас такое? Лайк поставить, комент репи, ролик посмотрел, но не оценил. Что же теперь делать мне сейчас, если лайк не поставил ты? Подпишись на канал, колокольчик, блин, нажми. Очень рад я этому, если всё это сделаешь ты.